Всем привет! У меня сегодня есть для вас 7 эпических советов для GoPro 9. Шикарная камера. Если вы не можете найти свою GoPro 9, но она подключена к вашему смартфону, есть одна отличная опция в приложении GoPro под названием «Найти камеру». После включения вызывает звуковые сигналы. Еще один лайфхак – это в настройках обязательно уменьшить резкость с высокого на среднего, а в каких-то моментах можете для себя попробовать вообще полностью убрать. Я для себя нашел вариант, что лучше всего пользоваться не высокой и не низкой, то есть оставлять настройки на средней резкости. Но опять же, если вы любите обрабатывать свои видео и часто проводите время за монтажными программами, то лучше всего выключите резкость на минимум и потом уже добавляйте ее в своих программах. Это будет намного лучше. Насчет замедления. Получить супер крутое замедление в 120 кадров можно в режиме 2.7K со стабилизацией. Если вы часто пользуетесь GoPro 9 и знаете, что примерно снимаете, то для того, чтобы ускорить время съемки, время выборов режимов, есть крутая опция в GoPro – это предустановки. Вы можете зайти в меню и предустановить в себе свои настройки. Например, как я это сделал я. Вы видите это у себя на экранах. Я просто создал предустановки, тем самым значительно ускорил процесс выбора режимов. Предустановки, кстати, вы можете создать во всех режимах. Это и фото, и видео, и в таймлапсе. Кстати, друзья, если это видео хоть чуточку вам полезно, ставьте лайк, можно даже оформить подписку. Обязательно пишите комментарии, как вам GoPro 9. Если вы этот ролик смотрите, значит, скорее всего, вы владелец этой камеры. Расскажите, что да как. На самом деле, после перехода с AS300, с X3000 на GoPro 9, есть иногда небольшой дискомфорт по качеству изображения. Но какая тут крутая стабилизация, классный экран и эти таймлапсы, или гиперлапсы, которые не нужно, например, монтировать потом в компьютере. Это очень удобно, в отличие от Sony. Ну, потому что она морально устарела. Напиши свое мнение и подписывайся на канал. Если вы снимаете в хорошую погоду, если вы не в Екатеринбурге, например, и у вас хотя бы есть солнце, обязательно снимайте в 5К, даже если это вам не нужно. Вы получите лучшее изображение потом и лучшую гибкость при постобработке, когда будете это делать, либо там кадрировать изображение. Снимайте в 5К и ваше качество улучшится. 5К полезно для панорамирования, для кадрирования, для увеличения изображения. Иногда оно нужно. Купите просто флешку с большим объемом памяти. Да-да, теперь я знаю, о чем вы говорите. Что 5К это очень много, как монтировать такие ролики, что нужны мощные компьютеры. Загуглите, что такое прокси-файлы, используйте прокси, и все будет шик. Нужно, конечно, еще почитать книжки насчет видеографии. Как правильно снимать? Ну, это потом. А, да, еще насчет режима 5К. Кто-то скажет, что он съест много батареи, но не используйте переднюю панель при съемке в 5К, потому что он все равно плохо работает, то есть лагает. Вы примерно же понимаете, где какой угол и под каким углом нужно снимать. Поэтому отключайте голосовое управление и отключайте передний экран, и будет все круто. А, да, кстати, если хочется сберечь батарею еще лучше и еще больше, просто снизьте ядкость хотя бы вот заднего экрана, и это будет уже плюсиком к несколько процентов к вашей батарее. А знаете, что я себе взял? А я взял себе вот такой чемоданчик, и теперь вообще не парюсь. Сколько стоит он на Алиэкспресс? Я купил его там, даже не скажу. Ну вот, пришли мне вот такие батарейки, вот в таком кейсе, очень удобно хранить. Я оставлю, наверное, это в комментариях, сколько он стоит. Я купил с двумя батарейками, нужно было брать с тремя, чтобы их менять. Но ничего, вот 2-3 батарейки в общей сложности мне хватает за глаза. Погнали дальше. Следующий лайфхак будет про ND-фильтры. А ND-фильтры хороши, но никогда вы двигаетесь, так как они нужны для замедления затвора, для замедления выдержки. То есть вы можете ставить выдержку не одну тысячную, а одну пятидесятую, так сказать, киношную. Но GoPro 9 нужен быстрый затвор для хорошей стабилизации, то есть нужна высокая выдержка. То есть выдержка 1,5, например, 1,48, плохо скажется на стабилизации, и при беге у вас картинка будет не очень. Посмотрите, как это выглядит. Так что используйте ND-фильтры в статичных положениях, в статичных кадрах, когда вам нужно снять себя стоя, когда вам нужно снять что-то, но не когда вы бегаете, не когда вы там на сноуборде и так далее, и вы хотите киношную картинку. Тогда у вас просто не будет стабилизации. Вот и все. Кому понравились мои советы, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите свои комментарии, пишите свои замечания по GoPro 9, что вам нравится, что вам не нравится в ней. Вот и все. А да, кстати, я пользуюсь режимом даже 1080, и вы про него не забывайте, потому что в 1080-25 кадров вечером пишет она довольно-таки неплохо. Поэтому не упускайте этот режим вообще. Вечером лучше не снимать в 5К или в 4К, лучше возьмите 1080, и это вас устроит. А 4К, а лучше даже 5, это вот в хорошую погоду. Есть вопросы, пиши комментарии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok